Девушки отдыхают Есть, очевидно, нечто, некая энергетика, которая вне меня. Я её не могу управлять. Актриса Екатерина Федулова неимоверно упряма. Я, наверное, упрямая. Это очень плохо, потому что я упрямая. Когда и почему появляются у нас эти изъяны? Чем они опасны? Нужно ли с ними бороться и можно ли их победить? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают внутри каждого из нас, парализуют волю, лишают радости, порождают комплексы, толкают на преступления, съедают нас изнутри. Каждый из нас является скопищем этих недостатков, скопищем этих программ, скопищем этих драконов, которые откусывают кусочки нашего сознания, похищают нашу жизненную силу и, в общем-то, мешают нам нормально жить. Американский ученый пришел к выводу, что главные враги человечества – жадность, нетерпеливость, мученичество, упрямство, низкая самооценка, самоуничтожение и, конечно, высокомерие. Я не скрою, во мне есть высокомерие. Во мне есть высокомерие. Я даже вот сейчас там иногда сижу в кафе, там смотрю на людей, они что-то говорят, я думаю, господи, чем вы занимаетесь, торгаши вы проклятые. Актеру Юрию Колокольникову 28. Сниматься в кино он начал с 14. Эпизодические роли в фильмах «Ретро втроен» Петра Тодоровского и «Зависть богов» Владимира Меньшова для начала совсем даже неплохо. Далеко не каждому состоявшемуся актеру выпадает шанс поработать с такими именитыми режиссерами. Потом была роль лейтенанта контрразведки Блинова в картине «В августе 44-го», которая принесла Колокольникову настоящую популярность. Слот, окружай! Не стрелять! И хотя удачный профессиональный старт еще не гарантия успеха, 19-летний актер, который сделал в кинематографе всего на пятак, стал преподносить себя публике так, словно подвигов совершил на целый червонец. Ссылаясь на вечную занятость, он демонстративно избегал поклонников, которые мечтали получить его автограф. И ни под каким предлогом не соглашался на интервью. Ну как-то вот такая мысль в меня вложена была, что вообще интервью давать не надо. И вообще это должен быть закрыт, загадочен. И вообще интервью это дают только бессмысленные. Ну, не бессмысленные люди было ощущение. Ну, как бы вот это лишнее. На съемочной площадке Юрий Колокольников жил по правилам, которые диктовал режиссер. За ее пределами законы устанавливал он сам. Однажды, например, актер отказался от фотосессии, посчитав, что фотограф поздоровался с ним недостаточно любезно. Заносчивый сноб. Именно так несколько лет назад отзывалось о Юрии Колокольникове пресса. Со временем высокомерие актера стали замечать не только журналисты, но и друзья. Меня многие считают высокомерным человеком. И считали, и сейчас считают. Я всегда этому удивлялся. Я не могу понять, почему. Мои ближайшие друзья, с которыми я там сейчас просто лучшие мои друзья, да, дружу, они все время рассказывают историю про то, вот, я помню, как Юра вошел, типа, в дверь. С таким видом, как будто мы здесь все уроды. Я вот до сих пор не могу понять, почему так. И это не единственный случай, все так говорят. Почему так говорят, я не понимаю. Психологи пришли к выводу, что причины высокомерия кроются во внутренней неуверенности человека в себе. Зарождается эта неуверенность в детстве. А закладывают ее наши родители. Обычно высокомерие возникает, когда ребенок растет, и родители все время сравнивают его достижения и вообще его личность с некоторыми более высокими стандартами. То есть, например, он учится на четверке, они говорят, а вот есть люди, которые учатся на пятерке. В результате возникает страх неудачи, который со временем усиливается и обостряется. Особенно после определенных достижений и успехов. Человек добился чего-то и боится потерять свое положение. А чтобы не выдать страх окружающим, надевает маску высокомерия. Ходит демонстративно, выпитя в грудь. Однако в душе у него робость, застенчивость и неуверенность в себе. Скрывать внутреннюю неуверенность можно по-разному. Например, бросить вызов друзьям, родителям, журналистам и даже судьбе. Восемь лет назад молодой актер Юрий Колокольников поступил именно так. Закончив театральное училище, он отправился покорять Голливуд. Идет мотор! Пошли! Всемирная фабрика грез оказалась не слишком гостеприимной к восходящей российской звезде. Юрию не удалось получить даже эпизодическую роль. Чтобы выжить, актеру пришлось убирать на улицах собачьи экскременты, доставлять грузы, работать официантом. Только тогда Юра понял, таких как он в Голливуде миллионы. Не солоно хлебавши, Колокольников вернулся в Россию. Раньше действительно был абсолютно уверен. И в своем таланте, и в своем... во всем. В том, что ты самый лучший, самый гениальный. Ну, это еще там... Чем больше ты работаешь, и чем... Ну, лично я. И чем больше ты что-то там созидаешь, занимаешься и так далее, тем больше тебе важна на самом деле оценка. Тем больше ты становишься неуверенным в себе, сомневающимся. Поездка в Америку только усилила внутреннюю неуверенность актера в себе. Зато высокомерие окружающих, которые он впервые прочувствовал, как говорится, на собственной шкуре, работая официантом, дворником и курьером, заставило его посмотреть на мир и себя самого другими глазами. Если человек начинает воспитывать в себе нормальную, здоровую уверенность, нормальную, здоровую уверенность, внутреннюю силу, ответственность, чувство позитивного отношения к миру, к своим целям, которые он ставит, и к другим людям, то у него отпадает необходимость быть неуверенным и прятать эту неуверенность за топыренную губу, за высокомерную маску. Как только Колокольников смог побороть дракона высокомерия, к нему пришло спокойствие и уверенность. Теперь Юрий с легкостью соглашается на интервью и часами готов стоять на морозе, чтобы подписать открытки всем своим поклонникам. Дорогие мои господи, чтите. Я начал ценить какие-то другие вещи, я понял. Я начал ценить другие вещи. Ну, во-первых, у меня родился ребенок. Ребенок – это очень важная вещь. Она реально сильно меняет людей. Выходит, родители могут породить в нас коварных драконов, а собственные дети способны от них избавить. В начале 90-х актер Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных ролей. Уже в то время за его спиной было около 400 фильмов и театральных спектаклей. По этому поводу Валентин Гафт даже сочинил эпиграмму. На свете мне столько армян, сколько сыграл Джигарханян. Нормально, нормально. Однажды критики обратили внимание на необыкновенную работоспособность Джигарханяна. Сначала удивлялись, потом радовались, а вскоре забили тревогу. Некоторым стало казаться, что Джигарханян готов сниматься даже в слабых фильмах. В чем причина, думали критики? Неужели банальное желание заработать? Оказалось, что нет. Природная нетерпеливость не дает актеру засиживаться на месте. Есть, очевидно, нечто, некая энергетика, которая вне меня. Я ее не могу управлять. И она вот меня и будет. Я много раз это испытывал, когда я думал, что нет, не сыграю. Сегодня я упаду и потеряю сознание. Потом я выходил, какая-то появилась энергия. Ученые считают, что причина человеческой нетерпеливости кроется в детстве. Если родители постоянно подгоняют и торопят своего малыша, говоря ему о нехватке времени, он привыкает все делать быстро, в попыхах. Армен Джигарханян, например, в детстве посещал несколько кружков одновременно, в том числе театральный. А в промежутках между занятиями гонял в футбол с ребятами во дворе. Хотелось все успеть. Таким он остался до сих пор. Однако равняться на себя актер не советует. Я всегда этого боялся, что я стану примером подражания. Это ужасно. И это неверно. Потому что моя физиология другая. Ваша другая. Ученые уверены, в наше время психику ребенка взвинчивает не только насыщенная событиями жизнь. Высокий темп задает резкая отрывистая музыка, которую малыш слышит по радио и телевизору. Стараясь подстроиться под заданный ритм, ребенок начинает спешить, торопиться. А когда вырастает, становится нетерпелив. Хорошенькие дела. Ну, какие будут мнения, господа хорошие. Нетерпеливость – это дракон, который в очень большой степени присущ огромному количеству людей современного мира. Потому что современный мир – это мир достижений, мир конкуренции. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Людей, удержимых драконом нетерпеливости, легко узнать. У них резкие движения. Они всегда куда-то спешат. Любят притоптывать ногой, барабанят пальцами, похлопывают себя по коленям. Нетерпеливый боится не успеть сделать то, что задумано. Нередко от этой спешки страдает качество жизни. Нет. 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 Вы меня утомляете. Армен Джигарханян из-за своей нетерпеливости даже собственную свадьбу сыграть не успел. В 1967 году актера, который тогда работал в Ереване, пригласили в Москву. За две недели до судьбоносного предложения Джигарханян познакомился со своей будущей женой Татьяной. Так как нужно было срочно уезжать, свадьбу играть не стали. Расписались молодые уже в столице, в присутствии двух свидетелей. Подобрать кольца для свадебной церемонии времени также не нашлось. Поэтому на Танину руку было надето обручальное кольцо, с которым венчалась когда-то бабушка Армена. Я по женской части, ух, теоретик. Надо победить, она тебе в глаза смотрит. Несмотря ни на что, изъяном характера свою нетерпеливость Джигарханян не считает. Ведь при желании в ней можно даже плюсы найти. Нетерпеливый, к примеру, никогда не засиживается на месте, его жизнь бурлит. А для артиста это едва ли не самое важное. Чтобы освободиться от дракона нетерпеливости, психологи советуют четко расписывать свою жизнь, составлять план на день, месяц и неделю. Только тогда ощущение, что кто-то все время подгоняет вас, исчезнет. Появится осознание того, что вы управляете ситуацией, держите ее под контролем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Москвичка Влада Новикова по образованию врач. Долгое время она работала в Российском научном центре восстановительной медицины, занималась с детьми, страдающими легочными заболеваниями. Дети души не чаяли во Владе Геннадьевне. Она уделяла внимание каждому малышу. За время работы в центре Влада Новикова спасла немало детских жизней, но даже не подозревала, что вскоре ей придется бороться за жизнь собственную. Честно говоря, за объемом этой работы я и не почувствовала никаких там недомоганий физических, и не было никаких, собственно, проблем. Это случилось все, в общем-то, в одночасье, когда мое физическое состояние уже было таково, что надо было обращаться к коллегам, к врачам, которые могли бы узнать, в чем дело, собственно, да. Диагноз шокировал. Раковая опухоль третьей степени. Болезнь развивается стремительно. Врачи понимали, обычные методы лечения в данной ситуации не помогут. Владе предложили радикальный способ борьбы с болезнью – сочетать химиотерапию с лучевой терапией. Она, как врач, понимала, ее организм может просто не выдержать такой перегрузки химическими препаратами. Но все-таки решила рискнуть. Согласилась на опасные эксперименты. Как организм себя поведет, и может быть исход и такой, и иной. Я понимаю, что если будет, предположим, отрицательный эффект от лечения, то это тоже в помощь врачам, ученым. Если это поможет в методиках дальнейшего лечения какого-то, или, предположим, нахождению новых путей для того, чтобы помочь более эффективно больным, вот это самое главное. Если человек принимает решение принести себя в жертву, то значит, в нем проснулся дракон самоуничтожения. Одержимый этим драконом становится дерзким, отчаянным, склонным к риску. Иногда это приносит пользу. Например, во время военных конфликтов именно дракон самоуничтожения толкает людей на подвиги. Но он же доводит человека до самоубийства. Очень важно воспитывать в себе состояние бесстрастия, состояние спокойствия, потому что человек, который, как поет Высоцкий, «Чуюсь с гибельным восторгом, пропадаю» и бросается в пропасть, такой человек, ему трудно себя контролировать, трудно себя ловить, когда ты уже летишь. Натиска дракона самоуничтожения не выдержали Винсент Ван Гог, Эрнест Хемингуэй, Джим Моррисон, Мерлин Монро, Игорь Сорин. Пробуждается этот дракон, когда человеку становится очень тяжело. Начинается с отчаяния, с уныния, он начинается с чувства бесперспективности. И в состоянии отчаяния многим людям, особенно в России, свойственно делать саморазрушительные действия, сказать, да пропади оно все пропадом. И начать выступление в каком-то преувеличенном таком сжигании самого себя, разрушать свою жизнь. Лечение, предложенное Владе Новиковой, оказалось непосильно тяжелым. Чтобы справиться с физической болью и тяжелой депрессией, которая возникла после изнуряющих процедур, Влада начала петь и рисовать картины прямо в палате. Цветные пятна на бумаге очень точно отражали ее чувства и эмоции. Даже не имея представления об истории болезни Влады Новиковой, по этим картинам можно было увидеть и понять, как менялось ее состояние. Казалось бы, с одной стороны, это такая вот глупость. Человек приходит с тяжелым заболеванием, приходит в палату, начинает моментально рисовать. Я понимала, что мне надо найти какой-то выход, именно психологический выход, потому что с физической точки зрения здесь я ничего сделать не могла. Цветомузыкальной терапией Влада Новикова занималась на протяжении всего периода лечения. В один прекрасный день врачи с удивлением обнаружили, что раковая опухоль прекратила свой рост. Я очень благодарна судьбе, я благодарна Господу Богу, как-то непарадоксально звучит, вот за то, что со мной это случилось. Потому что из всего, что с нами происходит в жизни, мы выносим какой-то определенный урок. Сейчас Влада Геннадьевна проводит бесплатные уроки музыкальной терапии в отделении детской онкологии. Она организовала центр, где работает с детьми-инвалидами со всей Москвы и Подмосковья. Дракон самоуничтожения от нее отступил. Он превратился в самопожертвование. Узнать известного актера Игоря Костолевского в сгорбленном старике Плюшкине с первого взгляда почти невозможно. Кто это? Я по чем знаю? Не пойму, то ли баба, то ли мужик. В литературе Плюшкин – классическое воплощение дракона жадности. Ведь главная черта героя – скупость. Однако, пытаясь раскрыть в спектакле «Мертвые души» образ Плюшкина, Игорь Костолевский обнаружил в нем несчастного, потерявшего семью человека. Я не пытался здесь играть жадного человека. И вообще играть порог – это дело неблагородное. Потому что это всегда надо находить оправдание своему герою. Давай, батюшка! Благодетель, батюшка, старика! Игорь Костолевский считает, что одиночество Плюшкина перешло в отчаяние, которое, в свою очередь, трансформировалось в жадность. Этот вывод актеров точности совпадается с следованиями психологов. Они утверждают, что дракон жадности является своеобразной формой страха. В случае с Плюшкиным – это страх потерять все то, что у него осталось. И скажите, как можно жить одинокому старику в таком ужасном свете? Это форма страха, потому что все мы боимся. И в каждом человеке заложен огромный страх. Только одни люди этот страх перебарывают и идут дальше, а других этот страх просто поглощает и съедает. И в результате они становятся заложниками вот этого страха. Ученые считают, что жадным человек становится из-за недостатка любви и внимания. Искать корни человеческой жадности психологи советуют в детстве. Бывает так, что с современным родителям, да и раньше так бывало с родителями, не хватает времени заниматься своим ребенком. Вот ребенок вроде бы есть, а времени нет. Ребенку не хватает внимания. У него возникает чувство покинутости, что он не нужен. Из-за дефицита родительской любви и внимания ребенок начинает концентрироваться на стремлении обрести новую игрушку, книжку или велосипед. Но как только желанная вещь оказывается у него в руках, радости не возникает. Возникает желание получить что-то другое. Ребенок вырастает, вместе с ним растут его желания. У одних жадность проявляется в еде, у других в стремлении к власти, у третьих в получении прибыли. Чтобы усмирить дракона жадности, психологи советуют радоваться уже достигнутому и бороться с искушением получить еще больше. Если мы заменяем это чувство на противоположное, например, человек начинает культивировать в себе щедрость, начинает культивировать в себе раскованность, свободу, отпускает вот эти зажимы, желание удержать какие-то материальные блага, контакты, возможности от других людей, то в этом случае постепенно в нем начинает заменяться вот этот недостаток на другой. То есть сила жадности постепенно уступает место новому качеству, которое мы взращиваем в себе. И человек постепенно становится лучше, чем он изначально был. Но почему не послал Господь такого сына? Если человек не научится радоваться тому, что у него есть, то все его богатства пойдут прахом. Неспроста, наверное, большинство людей, терзаемых драконом жадности, заканчивают свою жизнь в нищете и одиночестве. Такова была и участь Плюшкина. Ну, если вам приходится общаться с такими людьми, то, ну, попытаться, наверное, ну, не знаю, я... Я всталкивался в своей жизни с людьми жадными. Это было. Не знаю, мне это было очень неприятно, когда я видел это качество. Актриса Ольга Егорова стала по-настоящему знаменитой после выхода в свет фильма «Любить по-русски». Интересное кино. Большая часть мужского населения России буквально сходила по ней с ума. Однако в самый разгар популярности Ольга исчезла с телеэкрана. Поговаривали, что она вышла замуж за иностранца, уехала в Америку. На самом деле в жизни актрисы появился мужчина. Бывший военный оказался не только успешным бизнесменом, но и галантным кавалером. Сначала носил Ольгу на руках, а потом начал избивать. Как бы вот этот его накопленный гнев где-то там на войне, в семье, при каких-то, ну, не случившихся там счастливых супружеских отношениях и так далее, он не имел возможности с ним расстаться. Он его накопил столько, что он от любой вот как бы провокации, скажем так, в любом разговоре, он мог все это выплескивать. Через год Ольга родила дочь. Думала, ребенок смягчит гнев мужа, но его злость только усиливалась. Пришел момент, когда супруг категорически запретил актрисе сниматься в кино. Когда родилась Тася, наверное, не прошло и месяца, какие-то люди, которые занимались прослушкой моих телефонов, сообщили ему, что у меня есть любовник. Безусловно, это, конечно, бред СИВК было. Женщина после родов не может иметь любовников и так далее. И позвонил его помощник и сказал, что у него приступ. Во все виновата ты. Мы приедем резать тебя на куски. Отношения в семье с каждым днем становились все более напряженными. Несмотря на это, Ольга даже не пыталась что-то поменять. Психологи видят причину этого в том, что она попала под влияние дракона мученичества. Рождается этот дракон, когда человек оказывается в трудной ситуации. Ему кажется, выхода нет. А во всем, что происходит вокруг, подверженные дракону мученичества винят окружающих. Такой человек, он может верить в судьбу, верить, что его счастье зависит от его начальника, от страны, где он живет, от мужа, который будет себя вести по-другому. Он не пытается сам что-то изменить. Если человек при этом считает, что он страдает во имя блага, во имя любви, то тогда он не является мученицем. По отношению к своим мучителям, люди, подверженные дракону мученичества, занимают позицию терпеливого и молчаливого страдальца. При этом они так привязаны к своим притеснителям, что оказываются неспособными без них жить. Когда уходит один мучитель, на его место приходит другой. Страдание становится образом жизни. Оно превращается в назойливую привязанность, манию, освободиться от которой чрезвычайно сложно. Да, и тогда как от этого избавиться? Осознать вот эту вот всю, всю эту картину, осознать, что она ставит свою жизнь и радость семейной жизни в зависимости от мужа. Надо тогда перевести фокус внимания на себя и сказать, а я-то что? Я-то свою жизнь буду строить или нет? Ольга Егорова вовремя смогла увидеть и осознать вред дракона мученичества. Она поняла, что попала в зависимость от человека, который ее не достоин. Актрисе хватило смелости расстаться со своим мучителем. А когда тот попытался с помощью рукоприкладства вернуть любимую, Ольга обратилась в милицию. Кроме того, она рассказала обо всем журналистам. Видимо, настал момент. Момент, я перестала бояться. Я перестала бояться, потому что, знаете, очень легко манипулировать человеком, который боится. Как только ушел страх, актриса перестала чувствовать себя жертвой, перестала искать сочувствие. Ольга Егорова запретила себе страдать, а в будущее смотрит с оптимизмом. Девушка, девушка, подождите минуту. Скажите, пожалуйста, вас не интересует секс с незнакомым мужчиной? Актриса Екатерина Федулова, которая сыграла главную роль в фильме «Питер.ФМ», в детстве мечтала стать лесником. Планы на жизнь изменил случай. Кате было 10 лет, когда она прошла кинопробы и попала на съемочную площадку фильма «Свистун» венгерского режиссера Павла Эрдыша. После съемок она поняла, что хочет стать актрисой. Как только закончила школу, поехала в Москву поступать во ВГИК. Однако экзамены провалила. Через год повторила попытку, и опять неудача. Но отказываться от мечты Екатерина не собиралась. Жестокая. Я работала официанткой, секретарем, продавала на улице. То есть, ну, всего так, понемножку попробовала. И вот каждый год поступала. Родители Кати, далекие от театра и кино, уговаривали дочь бросить затею с поступлением. Предлагали найти более надежную земную профессию. Однако Екатерина не унималась. Несмотря на уговоры, она каждое лето продолжала сдавать вступительные экзамены, вынашивая планы на актерское будущее. Это длилось, наверное, так, с 16 лет до... Ну, в общем, на пятый раз я поступила. На пятый. Пятый год. Я, наверное, упрямая. Это очень плохо, потому что я упрямая. Ну, потому что говорят, что в жизни надо как-то быть более изворотливее. Ну, и приспособляемый. А я как-то я более... Если ты точно знаешь цель, то это очень-очень как-то хорошо быть упрямым. Учёные считают, что упрямство, как и прочие недостатки, зарождаются в нас с детства. Это происходит, когда решения за ребёнка всё время принимают взрослые, действуя против его воли. Например, отправляют в пионерский лагерь, увозят за город, оставляют одного дома, не спросив, хочет он того или нет. Со временем у ребёнка формируется убеждение, что перемена места – это плохо. Он начинает принимать в штыки любое предложение. А когда вырастает, теряет всякую гибкость и отличить совет от приказа уже не может. Не вмешивайся! Это моя жизнь! Моя! Я уже выходя хочу! Не как ты меня взял, я так я хочу! Почему ты решил, что ты имеешь такой же правильный? То есть это некий способ самоутверждения, способ заявить себя в мире и продолжать стоять на своём. То есть такой человек, он никогда не может поступиться принципами. Принципиальность – это, конечно, хорошая вещь, но она крайне вредит, когда эта принципиальность проявляется в мелочах. Гармоничный человек может быть принципиален в главном, но щедр и гибок в каких-то мелочах. Упрямство заставляет человека ходить только знакомыми тропами, вести привычный образ жизни, следовать намеченным планам. Свернуть упрямца с пути, убедить его посмотреть по сторонам практически невозможно. Представьте себе, что вы вот так как-то напряглись, вот полностью руки так сжали, у вас тело такое вот всё, и вот от вас что-то просит, вы говорите, нет, не сделаю ни за что. Вот это вот такое физическое состояние этого человека. Возможно, именно боязнь перемен помешала голливудскому актёру Джереми Дэвису сыграть главную мужскую роль в российском кинофильме «Питер.ФМ». Пригласить в Россию американского актёра оказалось непросто. Работа с агентами актёра продолжалась 8 месяцев. В итоге контракт был подписан. Но найти общий язык с Джереми ни режиссёру, ни продюсеру картины не удавалось. С первой же минуты стало понятно, ну, прям лучше, не с первой, с первой, но со второй. Стало понятно, что мы не сможем с ним снимать. Вот просто не сможем. Он был дико упертый, и он настолько отстаивал то, что он хотел. Джереми не шёл ни на какие компромиссы. Он самостоятельно переписал свою роль, а играл только так, как считал нужным. Уговоры и убеждения не помогали. Учёные считают, что когда упрямец говорит «нет», он испытывает тайную радость. В момент отказа человеку кажется, что он владеет ситуацией. «Мне не удалось не то что сломать, а просто даже нащупать какую-то вот линию с этим голливудским замечательным человеком. Мы с ним так и не договорились. Я его уволила в итоге». Упрямство может принести пользу только в одном случае – если человек способен обратить его в настойчивость. Это доказала на своём примере актриса Екатерина Федулова. Когда она уже попала на площадку, то я думаю, что для неё это был такой прорыв, такой шаг вперёд и такая радость, эйфория от того, что именно на ней мы остановили свой выбор, что первое время, я думаю, вот именно в работе какого-то упрямства или отстаивания своей точки зрения, я думаю, не было. Всем привет! Скучали, ждали, я пришла. Премьера фильма «Питер.ФМ» состоялась весной 2006 года и принесла Екатерине Федуловой всероссийскую славу. Случилось это событие во многом благодаря её упрямству. Ведь если бы не оно, вряд ли бы Катя поступила в театральный вуз. Но залогом успеха стало не упрямство, а настойчивость. Ведь она предполагает не только тупое упорство в достижении желанной цели, но и гибкость в решении самых сложных проблем. Осенью 2007 года британский журнал «Эмпайр» признал Анжелину Джоли самой сексуальной актрисой современности. Опрос, проведённый изданием, показал, что зрители считают Джоли обаятельней и привлекательней самой Мерлин Монро. Трудно представить, что когда-то Анжелина Джоли была неуверенным в себе ребёнком. Оказывается, секс-символ Голливуда мучила низкая самооценка. Дракон самоуничижения, связанный с низкой самооценкой, представляет собой оборотную сторону гордыни. Если высокомерный человек очень высоко привык о себе думать, то человек, подверженный действию этого дракона, оценивает себя гораздо ниже, чем он есть на самом деле. В детстве Анжелину трудно было назвать красивой. Худышка, очкарик, да ещё и скобки на зубах. Все зеркала девочка обходила стороной, а в будущем видела себя директором похоронного бюро. Девочка росла, а вместе с ней росли её проблемы. В 20 лет Анжелина впервые попала на съёмочную площадку. Но и там она чувствовала себя недостаточно уверенно и замечала только свои недостатки. Актрису по-прежнему изводил дракон низкой самооценки. Через 5 лет к Джоли пришло признание и слава. Но даже после этого переживания и комплексы не давали ей жить в гармонии с окружающим миром. Неспроста коллеги считали её взбалмошной и неуживчивой. Жизнь актрисы изменилась в 2002 году, когда она впервые посетила страны третьего мира. Джоли тогда исполнилось 27. Увидев страшную нищету и умирающих от голода детей, Анжелина поняла, что может им помочь. В 2002 году она усыновила трёхлетнего камбоджийского мальчика. Спустя 3 года взяла себе девочку из Эфиопии, а вскоре родила собственную дочь. Ещё через некоторое время Джоли усыновила мальчика из Вьетнама. Став матерью, актриса почувствовала себя по-настоящему кому-то нужной. Теперь Анжелина вошла во вкус. Семья актрисы становится больше с каждым годом, и это для неё настоящее счастье. Если мы имеем заниженную самооценку, то мы тогда считаем, в частности, что мы и счастья недостойны. Поэтому, чтобы стать счастливым, надо прежде всего решить, что я достоин быть счастливым. Вот эта известная фраза о том, хочешь быть счастливым, будь им, как ни странно, она имеет очень глубокий философский смысл. Для начала себе это надо позволить. Дракон низкой самооценки, который мучил Анжелину Джоли с самого детства, оказался побеждён. Самооценка повысилась. Психологи считают, что для комфортного существования наша самооценка должна быть чуть-чуть завышена. Например, человек ни разу не сидел на лошади, но уверен, что это у него непременно получится. Отсутствие сомнений в собственных силах – это определённый аванс, который поможет справиться с поставленной задачей. Главное в этой уверенности – не переборщить. Двумя ручками. Давай ближе. Двумя. Давай. Учёные уверены – семь человеческих недостатков, семь драконов, которые мешают нам жить. Высокомерие, нетерпеливость, жадность, самоуничижение, мученичество, саморазрушение и упрямство – это паразиты, а вовсе не то, что мы есть на самом деле. Зарождаются все наши драконы в детстве. И хотя достичь полной победы над ними вряд ли кому удастся, укротить коварных рептилий при желании можно. Редактор субтитров А.Семкин